Здравствуйте, дорогие друзья, мы с вами говорим о новинке, я предвкушаю ее появление. МИО ДЕХИРА ИНОЗИТОЛ. Вот этот вот продукт замечательный, новый. Здесь 90 капсул, стоимость 1600 рублей. Сразу говорю цему. И теперь буду рассказывать о том, что это за продукт такой. Ну, вообще, инозитол – это вещество, которое относится к многоатомным спиртам. Вообще, это шестиатомный спирт, имеющий сладковатый вкус, хотя не совсем являющийся углеводом. И в 1848 году он был выделен из растительных продуктов. А он есть в орехах, он есть в семенах, в растительной пище. Немецким химиком Юстасом фон Либихом. А вот в 1848 году появился инозитол, скажем так, как выделенное вещество. И его назвали витамином В8. Ну, вообще, витаминами называются вещества, которые априори нам должны поступать извне. И, как правило, не синтезируются. Но вот что касается витамина В8 или инозитола, то он синтезируется в нашем организме. Но его синтез, ну, не совсем достаточен, скажем так. И более того, если даже говорить о путях поступления его из пищи, то нужно сказать, что он очень не термостоек и очень быстро разрушается при термической обработке. И поэтому при потребности в 500 миллиграмм в сутки к нам с пищей поступает в лучшем случае порядка 100 миллиграмм. Поэтому рекомендуется его дефициты восполнять через биологически активные добавки. Ну, и сегодня это не столько витамин В8, сколько, я бы сказала, витаминоподобное вещество. У него есть 9 стереоизомеров, то есть 9 молекул, которые имеют разное пространственное расположение, скажем так. 9 форм молекул. И самые известные, самые распространенные – это миоинозитол и дехироинозитол. Мио- и хироинозитолы. Но миоинозитола, как правило, намного больше у нас в организме встречается и во внешней среде, скажем так, в пищевых продуктах. И поэтому вот в этом продукте, который у нас сейчас появился, соотношение мио- и хироинозитола относится как 40 к одному. 40 частей миоинозитола и 1 часть хироинозитола. Почему именно вот эти две составляющие есть в составе инозитола? Дело в том, что они потенцируют и усиливают действия друг друга. Поэтому во многих биологически активных добавках, которые содержат инозитол, часто встречаются именно вот эти две изоформы инозитола. Мио- и хироинозитолы. Какова же основная функция инозитола? Инозитол включается в мембранные липиды. Встраивается в мембранные липиды. То есть он входит в состав мембран наших клеток в виде фосфатидил инозитола. И его основная функция, я бы так сказала, структурная функция наших мембран. Но плюс ко всему, он еще является своего рода якорем для специфических белков. Что такое якорь? То есть он притягивает к себе специфические белки, которые принимают участие в процессах сигналинга. Сигналинга, то есть передачи информации к клетке. Особенно важен именно внутриклеточный сигналинг. Внутриклеток. И считается, что примерно 233 белка нашего организма имеют, я бы так сказала, трубность к инозитолу. То есть имеют отношение к инозитолу и притягиваются к ним. Вот я бы так сказала. Какие функции обеспечивает инозитол? Ну, во-первых, функции, рецепцию каких активных веществ обеспечивает инозитол? В первую очередь инсулина. И именно влияние на рецепцию инсулина, а именно повышение чувствительности рецепторов клеток к инсулину позволяет говорить нам о сахароснижающем действии и о снижении такого эффекта, как инсулинорезистентность. Как вы уже знаете, что такое инсулинорезистентность, это когда рецепторы наших клеток не чувствуют инсулин, инсулин растет в крови. Вот, и это часто приводит, вот этот симптом инсулинорезистентности, он часто приводит к тому, что нарушается углеводный жировой обмен, развивается ожирение, метаболический синдром и вместе с ним имеет местное нарушение репродуктивной функции. А именно, так называемый синдром поликистозных яичников. Этот синдром всегда сопровождается бесплодием. Почему? Потому что нарушается процесс овуляции. То есть, при поликистозных яичниках настолько плотная оболочка у фолликула, в котором созревает яйцеклетка, что когда даже она созревает, она не способна прорвать вот этот фолликул, но у него настолько очень плотная оболочка. Вот, раньше в свое время делали даже, ну и сейчас делают операции, производят определенную такую надрезание, да, оболочки яичника для того, чтобы была возможность выходить яйцеклетки наружу, которая созрела. Но при поликистозных яичниках яйцеклетки не могут выходить. Ну и довольно часто нарушается вообще сам процесс овуляции. То есть, вообще яйцеклетка не может выйти в просвет брюшную полость и потом попасть в половые пути женщины для встречи со сперматозоидом. И поэтому оплодотворение невозможно. Вот, синдром поликистозных яичников обуславливает бесплодие. И считается, что порядка 70% случаев СПКИА, синдрома поликистозных яичников, сопровождается еще и ожирением. То есть, избыточная масса тела, висцеральным вот именно ожирением, преимущественно в области живота, набирается вес лишний, скажем так, да, и жировая масса. Ну и вы знаете, что если существует висцеральный жир, то именно в нем происходят очень мощные воспалительные процессы. То есть, висцеральный жир – это то место, где кипит воспаление, хроническое воспаление. И вот этот хронический воспалительный процесс, он распространяется на весь организм в целом, в том числе на сосудистую стенку. И довольно часто приводит к повреждению сосудистой стенки, развитию атеросклеротических бляшек и прогрессированию атеросклероза и его грозных осложнений инфарктов, месультов и так далее. Вот, если говорить о метаболическом синдроме. Так вот, как раз на рецепцию инсулина в первую очередь влияет инозитол. То есть, он повышает чувствительность клеток к инсулину, способствуя снижению уровня глюкозы, способствуя снижению уровня холестерина и атерогенных липидов в крови и снижая риски сердечно-сосудистой патологии и риски развития метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа. Вот, кроме того, с какими рецепторами еще связаны инозитол? Он отвечает за рецепцию таких нейромедиаторов, как катехоламины, это адреналин, норадреналин в первую очередь, разных гормонов, в том числе симпатодреналовая система, и нейромедиаторов таких, как дофамин, сиротонин и так далее. А вы знаете, что это нейромедиаторы, которые отвечают за наше настроение. То есть, по сути дела, это гормоны радости, да? Соответственно, использование инозитола позволяет в целом улучшить фон настроения, повысить фон настроения. Вот, потому что улучшает рецепцию, связывание с рецепторами наших клеток таких нейромедиаторов, как сиротонин и дофамин. Вот, ну и, а также отвечает еще и за факторы роста, то есть за процессы роста наших тканей тоже отвечает инозитол. И если говорить о влиянии инозитола, то он еще и понижает устойчивость к лептину, гормону, который подавляет чувство голода. И за счет этого он способствует, опять же, уменьшению проявлений накопления лишнего веса. Активирует овуляцию и созревание ооцитов. И нужно сказать, что инозитол, очень его много накапливается в определенных тканях, а именно в половой системе. Его накапливается очень много, его накапливается много в мозгах и в печени в том числе. И что касается вот половой системы, то вот эта тропность инозитола к половой системе именно позволяет повысить чувствительность яичников к собственным гормонам половым. Это эстрогенам, прогестерону, а также к гормонам, которые обеспечивают именно овуляторный цикл. То есть, чтобы были овуляции. Вот. И поэтому первое назначение инозитола – это синдром поликистозных яичников, нарушения овуляции и нарушения менструального цикла. Вот это ключевые показания к инозитолу. Второе показание, как я уже говорила, это инсулинорезистентность и метаболический синдром, и сахарный диабет. И по этой причине мы рекомендуем инозитол женщинам не только с нарушенным менструальным циклом, но и женщинам в пре-менопаузе, женщинам с избыточной массой тела. А я должна сказать, что препарат у нас относится к линейке Women's Health, Women's Health, женской линейки. Но на самом деле я не думаю, что инозитол – это вот чисто женский продукт. Его, думаю, можно применять и мужчинам, потому что он повышает чувствительность рецепторного аппарата клеток к инсулину не только у женщин, но и у мужчин. И при метаболическом синдроме или при риске его развития миохироинозитол показан не только женщинам, но и мужчинам. Вот, поэтому вот такой вот продукт. Ещё чем усилен этот продукт? Он усилен двумя аминокислотами. Л-карнитином. И Л-карнитина здесь 302 миллиграмм. Такая достаточно эффективная доза, то есть 100% суточная потребность. Для чего нам нужен Л-карнитин? Он выполняет роль челнока, который протаскивает жирные кислоты в топку, для образования энергии. И, соответственно, он будет усиливать вот этот профилактический эффект на жировой и углеводный обмен, влияние благотворное на жировой и углеводный обмен миохироинозитола. Второй аминокислотой является Л-метианин, который тоже активирует обмен веществ, помогая избавиться от лишнего веса, поддерживает здоровье печени и участвует в синтезе глютатиона. Как вы знаете, глютатион – это мощнейший антиоксидант и детоксикатор нашего организма. Вот и антиэйдж молекула, которая внутри нашего организма образуется. Но для ее синтеза, в частности, нужна такая аминокислота, как эльметианин. То есть она не находится в составе самого глютатиона. Как вы помните, в состав глютатиона входят три аминокислоты, глицин, глутамин и... Господи, что еще забыла? Еще третью аминокислоту. Просто вылетела из головы. Уж извините. Вот три аминокислоты. Но это не эльметианин. Но эльметианин принимает участие в синтезе глютатиона. Вот. И... Кроме того, активные формы назитола способствуют повышению концентрации внимания. Как я говорила, самая большая концентрация в нервных клетках, в мозгах, да, у нас. И, как вы знаете, за рецепцию дофамина и серотонина отвечают. Вот за счет этого повышение настроения, повышение внимания, повышение устойчивости к стрессу, снятие нервного напряжения и улучшение сна наблюдается на фоне приема эльметиона. То есть и с этой целью его тоже можно рекомендовать. Вот. Ну, немножечко про аминокислоту эльметианин еще добавлю. Стимулирует синтез глутатиона, я уже сказала. Без метианина невозможна рециркуляция фолиевой кислоты витамина В9, которая, в свою очередь, тоже усиливает действие назитола. Вот таким вот опосредованным способом метианин улучшает обмен инозитола в нашем организме. Вот. Эльметианин таким образом является потенцирующим компонентом для инозитола. Ну и для поддержки мужской фертильности тоже можно рекомендовать комплекс миоинозитол и дехироинозитол. Он может использоваться для подготовки к зачатию мужчин, потому что улучшает качество сперматозоидов, повышает мужскую фертильность и улучшает качество углеводного обмена. Ну, то есть, собственно говоря, тоже способствует жиросжиганию, особенно для тех мужчин, которые занимаются спортом. Вот. Ну, а для женщин он рекомендуется в любом возрасте при СПКИА синдроме поликистозных яичников, еще раз повторяюсь, при нарушении овуляции. И вот синдром поликистозных яичников, он еще часто сопровождается гиперандрогенией. То есть, поскольку рецепция с женскими половыми гормонами у яичников страдает, когда есть СПКИА, то преобладают мужские половые гормоны. И вот гиперандрогения, она провоцирует такие косметические дефекты, как жирная кожа, жирные волосы, акне, рост волос на лице и руках, ногах, там, допустим, да, то есть, вот это так называемый гирсутизм, вот такой есть термин, когда избыточное волосение идет. Вот. Ну, и вот в этих случаях тоже показан женщинам миоидехироэнозитолы. Ну, как я уже говорила, при нарушении гуглеводного обмена и в период преми на паузу он тоже показан. Но, собственно говоря, женщинам в постминопаузе, у которых есть, например, метаболический синдром, есть животики с эстеральным жиром, то, соответственно, форма яблока, фигура, да, вот такие вот моменты имеют место, да, то для этой цели тоже нужно рекомендовать миоидехироэнозитолы. Почему? Потому что это профилактика сахарного диабета второго типа. Вы знаете, довольно часто бывает так, что женщина вроде и не полная, ну, или человек, я не говорю только о женщинах сейчас, да, женщина вроде бы и не полная, но при этом животик есть. А если есть животик, есть животик, объем талии увеличен, все можно говорить уже о метаболических нарушениях, можно уже говорить о повышенных рисках развития сахарного диабета второго типа. Вот, то есть не всегда полные только люди диабета второго типа страдают, но и люди внешне, казалось бы, не полные, вроде такого нормального телосложения, но с определенным накоплением жира в поясной части живота, я бы так сказала, да, вот. Соответственно, вот всем этим людям нужны, нужен Дэн, МИО, и Дэхира, и Насито. Ну, пожалуй, вот то, что я хотела рассказать, и принимается он по одной капсуле три раза в день. Здесь 90 капсул, рассчитано на месяц, 1600 рублей он стоит, то есть разделите это на 30 дней, это получится чуть больше 50 рублей в день, вот, на ваше здоровье, и применяться он может длительно, и 3, и 6 месяцев, и год в непрерывном режиме. Вот недавно общалась с одной молодой женщиной, около 40 лет ей, да, и вот она говорила о том, что у нее был нарушен менструальный цикл, и только применение инозитола, ну, в то время она применяла инозитол другой компании, то есть не сибирского здоровья, поскольку у нас только появился этот продукт, и буквально за 2 месяца приема инозитола у нее восстановился менструальный цикл, то есть тот цикл, которого не было по полгода и более, то есть вот такие вот интересные уже есть наработки по инозитолу. Вот то, что я вам хотела, дорогие друзья, рассказать. Думаю, что через какое-то время я еще подсоберу информации про наши женские продукты и, возможно, я дам еще какую-то более развернутую информацию, но пока вот только то, что я знаю сейчас, да, вот на этом этапе. Если есть еще какие-то вопросики, то давайте, задавайте. Вот у нас поднимает руку Виктория Бабушкина, наверное, да, я так думаю, Виктория, говорите. Елена, здравствуйте, слышно меня? Да, слышно. Елена, очень приятно, спасибо большое за эфир. Насущный и актуальный продукт активно продвигается репродуктологами. Я думаю, что многим из аудитории будет сейчас актуально эту информацию послушать. Репродуктологи в протоколах ЭКО очень любят сейчас назначать. Аналог у нас существует на рынке это Актиферт Гино, пока не вышел сибирское здоровье продукт. И у меня очень спорный такой вопрос, Елена, возможно, даже, может быть, еще не для всех он актуальный, но вот есть ряд зарубежных исследований, потому что я просто говорю это, потому что в теме нутрициологии сама, переведенных с англоязычного языка о том, что вот эта вот сочетанная форма инозитола, этот препарат показан именно только женщинам, у которых поликистоз яичников. И инсулинорезистентность. Если же принимают его женщины, которые не имеют этих проблем, то он может сыграть наоборот обратный эффект, да, и подавить в какой-то части овуляцию, снизить авариальный резерв. Вот очень хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет, потому что есть ряд примеров, когда возрастные женщины в рамках протокола ЭКО 40+, стали готовиться с помощью в том числе дохируемиоинозитола и овуляция пошла похуже, например, чем она была. Спасибо, Виктория, огромное за ваши какие-то, за ваши дополнения. Я, честно говоря, пока не готова ответить на ваш вопрос, но я буду иметь его в виду. Дело в том, что я учусь сейчас в институте Preventage и вот уже заканчиваю в марте и буквально на следующей неделе будет кубка женского здоровья, женскому гормональному здоровью и я думаю, что мы там еще более детально изучим тему инозитола и может быть тогда у меня появятся ответы на ваши вопросы. Да, Елена, если можно, я вас попрошу очень сильно с экспертной точки зрения разобраться с этим вопросом, потому что это действительно очень важно. Я не отрицаю всей полезности данного продукта, в том числе в рамках сейчас пойдут программы с Сибириан Веллнесс и в рамках вообще репродуктологии общей, но это очень важный вопрос женщинам старшего возраста, которые хотят стать мамами, потому что действительно, если имеется такой эффект обратный, скажем так, то с этим надо обязательно разобраться, действительно ли это так. Спасибо, Виктория, я взяла на вооружение ваш вопрос. Спасибо, Елена. Спасибо. Так, у нас Ольга подняла руку. Ольга, говорите. Добрый день, Ирина Алексеевна, с Новым Годом и всех присутствующих на вебинаре тоже. у меня два небольших вопроса. Я очень внимательно прослушала все, что вы сказали. И скажите, пожалуйста, для широкой аудитории, да, с чем еще можно сочетать этот комплекс для того, чтобы максимально быстро восстановить цикл у женщин 27, так скажем, 37 лет. То есть вот у меня есть клиенты и по нутрициологической практике сейчас уже вот прямо повально. Не знаю, с чем это связано, но вот у меня таких много вопросов. И, к сожалению, многие врачи не справляются с этой задачей. Честно говоря, не хочется никого обидеть, что попало, рекомендуют первую попавшуюся под руку. Не разбираются в ситуации. Очень жаль, что можно рекомендовать из, не обращаясь к лекарственным препаратам, что можно рекомендовать для скорейшего восстановления коми, этого комплекса плюс к нему. Дикий ямс и заплавоны сои, я думаю, что вот это в первую очередь. То есть это самая лучшая связка для восстановления менструального цикла. То есть это можно без анализов? Я думаю, что да, да, я думаю, что можно. И второй момент, что еще, с чем хорошо еще инозитол сочетать, я думаю, с конзимом Ку-10. Но это, пожалуй, более актуально для людей с метаболическим синдромом, с различными сосудистыми рисками, для людей 40+, и для мужчин для повышения эффективности. Конзим Ку-10, Элькарнитин, это вот вообще очень такая железная связка в конзиме и Элькарнитин. И плюс Элькарнитин, вы знаете, что в инозитоле есть, да, и вот как раз вот сам инозитол, вообще идеально. Да, Ирина Алексеевна, а если уже человек принимает какие-то комплексы сибирского здоровья и мы добавляем еще в него инозитол, это тоже у нас все сочетается? Ну, допустим, у нас как у... Прекрасно будет сочетаться с любыми витаминно-минеральными комплексами, то есть это однозначно, да, будет сочетаться, ну, пожалуй, с печеночной программой синхровитал-4, например, да, мы тоже можем сочетаться, да, вообще с любыми синхровиталами, я думаю, можно сочетаться. То есть, если вы на какую-то программу, не знаю, там, суставую, сердечную, мозговую будете наплаивать, например, еще и инозитол, то вы хуже не сделаете. Да, и еще можно одну минуточку. Вот я женщина сама, да, 54 года, там всякий плюс и во всем вижу плюс. Скажите, пожалуйста, все-таки миоинозитол на половую сферу, когда уже все закончено, слава богу, как влияет? Вот есть ли какие-то риски, связанные с этим? Я понимаю, что пользу при метаболическом синдроме, да, он сейчас, к сожалению, у многих есть, практически у всех женщин 50 плюс, но вот станет ли он стимулировать каким-то образом половую систему или пока это еще рано об этом говорить? Есть ли такая информация? Давайте я дождемся моего дополнительного дождемся. обучения, я тогда буду более, наверное, компетентна еще в этом вопросе. Потому что я знаю, что у одних позиция, что нужно поддерживать, в том числе и фитоэстроген, и у других, и нутрициологов, и докторов, другая, но прошло и прошло, и другие там, так скажем, тактики выбирают. Поэтому очень важный вопрос, возьмите себе, пожалуйста, заметку, очень прямо важно, хочется знать. вот для себя, вот я сейчас говорю только о себе, вот в данном случае, да, для себя я приняла решение, что, например, хронолом я буду принимать, несмотря на то, что менопауза уже давно, да, то есть уже после менопаузы, вот, но при всем при этом принимать для чего? Сейчас очень часто мы сталкиваемся с такой многофакторной безусловной проблемой, как Альцгеймер, болезнь Альцгеймера. Ну, вот я говорила на недавних своих лекциях о том, что я прослушала совсем недавно лекцию совершенно волшебного профессора, лектора, просто артистического лектора, я бы так сказала, профессора Егорова. Так вот, Егоров, он как раз говорит о том, что в последнее время, ну, многое же теории подъясняет Альцгеймера, многофакторная, да, но одной из ведущих теорий на сегодня является тотальный дефицит эстрогенов. В мозгах же у нас же тоже есть эстрогеновые рецепторы, и когда им не с чем связываться этим рецептором, когда тотальный дефицит эстрогенов заступает, особенно в глубокое постное ламоуде, то, соответственно, это один из факторов, который добавляет в копилку рисков развития Альцгеймера. Ну вот я этой целью еще думаю, что поскольку инозитолы повышают чувствительность к рецепторам, там пишут чувствительность именно яичников, к рецепторам, рецепторов яичников к половым гормонам, да, но у нас же рецепторы не только яичников, я же говорю, и инозитол, если его очень много в мозгах, то, наверное, это еще и дополнительный профилактический фактор для профилактики Альцгеймера, я так предполагаю, да, то есть повышает чувствительность к эстрогену или эстрогеноподобным веществам, таким как фитоэстрогены, вот я думаю, что тут тоже какую-то роль он должен сыграть позитивную на мозговую деятельность, это раз, на профилактику многих дегенеративных процессов мозга, вот на жировой липидный обмен однозначно, ну вот, а насчет именно рисков онка, я не думаю, что инозитол должен каким-то образом провоцировать процессы, но, опять же, оставляю все-таки за собой право сказать об этом уже абсолютно компетентно чуть позже. Спасибо огромное, очень подробный ответ, прям многие сразу закрылись вопросы в голове, спасибо большое, спасибо. Так, Татьяна Прохорова, по-моему, говорите, Татьяна. Добрый день, Елена, у меня такой вопрос к вам. Многие спрашивают, можно ли пить женщинам хронолом в том случае, если у него, у них есть склонность к новообразованиям, ну, таким как мастопатия, фибриомы, миомы, солипы какие-то в этом случае можно или нет? Вообще-то я слышала, что пишется, что нельзя принимать, но двоякое мнение. Есть, да, мнение двоякое. И вот, когда я читала, готовилась к теме дикий ямс и изофлавоны сои, я открыла наш сайт, да, и у нас на сайте было прямо написано, что фитоэстрогены, в частности, изофлавоны сои и в частности генистеи не стимулируют образование метаболитов эстрогенов, которые запускают опухолевые процессы. То есть, по логике вещей, хронолом, как изофлавон сои, содержащий продукт, да, не должен стимулировать рост миомы, мастопатии и так далее и тому подобное, гиперплазии, эндометриозов и тому подобное. Это все гиперэстрогеновые состояния. Вот вы знаете, лучшими, наверное, препаратами выбора в этой ситуации была бы артиллея и зимолюбка. Вот она здесь бы, наверное, хорошо поработала. И вот у нас появится эндолтрикарбинол, вот он тоже будет работать в этой связке хорошо с артиллея и зимолюбкой, я думаю, при вот этих женских проблемах. Ждем эндолтрикарбинол еще. Спасибо вам огромное. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, при длительной менопаузе можно применять дикий ямс? Да, в принципе, он может быть использован, но только он не используется по циклу, поскольку его уже нет, да, а просто назначается 15 дней одного вида капсулы, 15 дней другого вида капсулы. Так, в принципе, может применяться, потому что он используется при дефицитарных состояниях эстрогенов и прогестерона, а в менопаузе и в постменопаузе и те, и другие гормоны в дефиците. То есть, если женщину мочат сильные приливы, потливость, приливы, хронолонг мы не рекомендуем, а дикий ямс мы можем порекомендовать. Почему? Наоборот, здесь хронолонг будет препаратом выбора. Даже при длительной менопаузе, да? Да, да. Я же говорю, что он еще и профилактирует остеопорозы, сердечно-сосудистые заболевания и дегенеративные заболевания мозга. Спасибо большое. Ну, хронолонг здесь будет, по-моему, более уместен, нежели дикий ямс. Потому что в диком ямсе там изоблабонов сои небольшое количество по сравнению с хронолонгом существенно в несколько раз ниже. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.